Вот он, Инатьич Ильич Утро, фотографирует Нестора, который стоит на куче травы, которая еще прошлогодняя. Сегодня у нас 27 июня 2018 года. Вот здесь вот я тоже врубился, траву убираем. Сейчас пойдем посмотрим, что они там делают. Это покос, как таковой, здесь еще наши местные скашивают себе на стену. А вот репей, это уже наша работа, выбирать надо. Пока с прудами возились, все заросло. О, какой у них квадрат красивый. Вот учись, Нестор, такие же будешь выкладывать. Да Никита далековато еще, Нестор. Можно было бы загородить этот кук, но жердей нету, надо как-то достать жердей и загородить. На нем потом курицы не залазят, там можно очень хорошие выращивать арбузы и дынь. Вот здесь вот в кустах старые эти жерди, они не гнилые ничего, можно их загородить. Какое старое? Ну, мы пилили кустарник-то, там длинные такие палки хорошие. Там вон? Да, вот в кустах вот. А, ну вот я это сделал так, столбушки решил поставить. Ну, невозможно. Приши, тут все разворочено. А этот кидает, как попало, ты делай ровно. Вот сюда вот, корешками, вот в уровень тебя, с этой стороны, в этот. Она у него так вот вся скособочилась, совершенно не может, то есть не старается. Сейчас давай слазь. А теперь глянь какие. Это домик, в котором мог жить сейчас у нас тут был Никита Колесников, но его сейчас нету. Павел тут строил. Я подумал так, если бывает нежеланный кто-то, ну и не знают, что делать и как выехать. Ему этот дом на время давать, он быстренько выскочит отсюда. Потому что тут надо работать, вот напротив дома. Посмотрите, сколько он растет. Лопух примерно вот такой высоты здесь бывает. Вот, вот так вот он. Это он только начал еще, даже не сформировался, еще колючек нету. Теперь надо тот домик прокосить, на углу стоит который. И здесь посмотри, до каких пор. Вот сейчас мы будем идти с этим с местором. Он не знает, как вырвать. Вот этот вырвать никак нельзя. Маленький, вот этот, который не оформился. Его просто подрубать. Бери. Тащи. Вот. Тут надо даже знать как. А тут везде камень. Только натащил, и все под ножки. Городка еще раз вообще этого ничего не знает. Вообще ничего не знает. Только пойти куда-то рядом. Кухня, туалет рядом сидит. Это что, русский человек раз это делал, знал. А вот дальше. Вот эта крапива. Вот эта двудонная крапива, она не жалится. Ее тупы для того. Вон там все сколько обнаруживается. Так, это я все убираю. Так. А вот дальше. Твурная крапива. Эта жгучая. Ее надо маленько наклонить. Вот так вот. Посмотреть к этому кусту еще. Относятся такие. Разбазарить надо. Это один куст. Это все один куст. Вот. Теперь можно его брать пониже и тащить. Все. Под самый корень ушло. Но корень остался. Если мне надо убрать корень. Вот вопрос другой уже стоит. Это корень крапивы. Все. Больше его не будет. Ну обычно. Давай. Видишь, как пробираемся. Почему? Хозяина нету. А я ему здесь свой написал. Никита, добейся, чтобы у тебя не было здесь. Я говорю, я. Это он мог, конечно, сделать, но и успел. Если бы здесь была Люба одна, вот эта вот живет, все подобрала бы. Все. Абсолютно под иголочку, под метелочку подмела бы. А тут хозяин до этого был, запился. Но это уже вторая история. Вот мы начинаем сейчас прорубаться. Вот он уже какой летит. Вот он уже какой летит. Вот он. Там камень не дает. Я говорю, ты ложи рядом, а потом вдвоем мы положим. Он не может сказать что никак. Ни глазомера нет, ничего. Все. Чихать надо. А отец-то второй. А здесь дети уже не в отца. Дети уже что-то большая ответственность, как я человек говорил. И зашли одна. Вот это вот очень ценный пустырник. Медосбор. В Америке специально плантации посевает для пчел. И действует для сердца сильнее, чем корень валерьяна. А у нас никуда под нож. Видишь, серп. Его надо где-то... Серп. Мы сегодня нашли молот и серп. Советская власть. Да вон, вон. Он туда войдет. Вот щель. Ну а там кто-то пойдет засыпется. Вот так. Показать, как работать надо. Теперь там мы зайдем. Действительно, там можно и столбушки лежать доставить, осмолить. Ну сколько здесь. Ну посередке тут можно тоже еще поставить. Потому что это дальше будет. Раз, два, три. Раз, два, три. Шесть. Шесть. Семь, восемь. Восемь столбушков надо. Загородим. И тут тогда... Скотина. Это скотина только у одного. Вот она заходит, чешется. Быки. Все вверх ногами. Вот она какая. Видишь. Это только вон начал расти. И уже врос человека. А богатый-то какой. Тут вообще не выскажешь. Тащи. Тащи, тащи. Тащи, тащи. Один, где собираете хрен. Заступается. А-а-а, эксплуатируй. Маленькие девочки. А дальше что? А надо было устроить секс-индустрию. Понимаешь? Его ничего не заделать. Только вкастрировать. Надо бережать девочек. Для чего? Для услабость. А то что она в разборку пишется и в ее руки не попадет уже. Ну это его печаль. Это очень сильно. А то сегодня мне только на нашем видеоканале зашли жалобщики, жалельщики. Жалые змеи не отпускают. И все они все это там придумают. Способы совокупления. Чтоб дети не раздались. Забота одна. Поэтому Бог положит конец. Анвар Садат говорил, нам атомная бомба не нужна. Вместо атомной бомбы матка женщины. Мы взорвем этот мир исламский. Не только исламский, но и все. Спрашивает несколько. Смотри. А это турецка. Турецка тоже медоносная. Турецка. А сегодня видишь. Граф. Горющее из него делает. Особо знал. Так. Один лак. И вот здесь мы зашли. Это надо любить свою работу. Чтобы обиходит дом. Тут приходится стараться. Стараться. Вот здесь. 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 Вот. Вот здесь. 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 Он будет работать здесь не один день. Конечно, он будет думать все, как перевозить и чтобы ему это было не в ущерб. Я должен обговорить, где будет брать горючее, как привезет, сколько, за что оплачивать. А у нас примерно углублять свободно можем шесть прудов. Шесть прудов углублять. Это ему очень дорого обойдется нам. Вот так будем ждать сегодня. Позвонит. И дальше будет видно. Все, браток. Смотри, Надежда Васильевна, как у нее тут открылась. Комната на виду. Все снаряды. Вот так. Это Павел посадил. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Двенадцать березок. Он даже не думал. Было четырнадцать. Две засохли. Двенадцать. Мы там рисовали флаг. Красный, синий, белый. Не думали, не считали. Мерка была. Когда закончили, на одной стороне семь. А на другой пять. Вчера посчитал двенадцать. Тоже интересно это. Цифра двенадцать, она имеет какой-то смысл. Двенадцать старцев. Двенадцать месяцев. Двенадцать дней, часов. День, ночь. Почему не десять, а двенадцать? Это же искусственно взято. Но уже Господь ссылается, не двенадцать ли часов во дне. Вот я не могу объяснить это никак. То, что легко делится на четыре, на три, на два. Ну, и все тут в этом заключается. С Богом. С Богом. Давай на встречу ко мне иди. Угу. Врубайте. Ну вот, сегодня у нас двадцать седьмое июня. Продолжение работы, это уже конец дня. Уже шесть часов. Даже семь, наверное, уже подходит. Вот тут у нас Степа мимо проходил. Подошел и спросил, говорит, а это что у вас, говорит, тут? Вы делаете? Для детей, говорит, чтоб прыгали. Вот. Вот. Иначе, значит, ему дал залезти. Кому сегодня вот траву везде лопатами прошлись. Иначе, значит, репей. Самое основное тут. Вот. Все. Положили. Они с Нестором. Вот. И вот такой квадрат получился. Ровный. Это вот брат Никита тут жил. Колесников. В этом доме. Еще предстоит много работы. Тут все заросло. Вот. Это вот свежая липа. Посмотреть надо там. Вот. Нормально. Липно. Что там сломается? Вот иди сюда. А вон от нее. Тора. Очень хорошо снимается. За один край берешь и почти до конца снимается. Вот. Кто такая? Вон. Этот робот как, Даля звать? Да, Даля. Вот она. Вот она. А это велосипед игрушей Никитин. О чем? Как на поле брони бросил? Нет, говорит. Он сказал, что все это сгодится ему. Когда он вернется в ином формате. Может женится. А-а-а. Я ему как-то посмеялся. Я говорю, тебе нужна такая женщина. Вот у нас был Гена Яковлев. Я ему говорил. Ну, колхозница настоящая. Никакой грамоты, никаких интернетов. Она знает коров доить. Она его на ноги поставила бы. У нее голова. И она бы долбила ему эту голову. Он должен быть сразу же, с первого дня признать, что жена это от Бога. И это начало достояния. Она заставляла бы. Он бы выписывал. Тут зарабатывал коровы, лошади. Это живое. Авель занимался этим. А вот почеты все. А Каину то нелегко было. Это все растет. Да и растет то сорняками. Говорят, терния произрастет. Бедный он Каин то сколько трудился и все в суе. Так что будем хранить то, что есть здесь. Это Павел был здесь. У него все тут на фундаментах. Там арматура такая заложена. Тут сверху можно пятиэтажный дом строить. Вот видишь, эта собачка уже здесь. Даля, Даля. Где она? Вот она. Ох, какая ушки то у нее. Какие ушки у нее. Ее видно, нет? Да. Вот так. Ну а теперь покажем как липу дерут. Мы липу сегодня срубили. Ну, как пишет Некрасов. Плясали на ней, чтобы к земле прилегла поплотнее. Вот надрали. Я вижу из нее может быть не только лапки, а можно мордушки клести. Вот какая она. Прямо вот я ее гну, а она даже нужды никакой нет. Вот она. Это самое то, что нам надо. Сейчас Володя покажет, как это делается. Лык одрать. Есть такое выражение. Посмотрите в интернете. Лык одрать. А то сегодня мы тут все натаскали, сделали. Девочке помогли. Перетащили на тележке. Вот он надрезает. Второй. Это никто не учил. Он не считал нигде. Он сам дошел до этого. Ну почему? Потому что уголь на выдумке ухитра. Палься смотри не порежь. Нет, я про бересту-то знал как снимается. А? Про бересту я слышал, я читал. Бересту с деревьев снимают так. Надрез делают и сдирают. Лапки плетут, говорит. Я не знаю, крепко нет это. Липа она мешала нам, мы ее убрали. Четыре ствола. Ну кое-что прибили тут белое. Вольно выдумке хитра. Вот. Я не этому сказал. Все, сейчас понесем это. Так он удрал. КАМЕР КАМЕР Это уже вечер, тени спустились, помогает. Вот у ветлы, ветла когда там тоже кору снимают, она на дубленку куда-то идет, дубильные вещества в ней. Какую ты потянул-то, гляди, она не отрывается, она ровно идет. Как у змеи, кожа слазит. Говорят, лапки лыковые, а не каждая лыка в строку. Про лыка много сказано, и про липовое дело-то. Она легкая такая, мягкая-мягкая, и штерзает ее. Ты сейчас давай приготовь, бери с собой самую большую вот эту вот и неси. И девчонок, мальчики, Нестора сюда. Давай. Я постою пока здесь. По-быстрому только. Все унесут. Давай, 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 тащи. Все домой тащит. А вот здесь мы как раз посмотрим, вот это вот как раз липа. Сегодня мы ее употребили. Видите, сколько уже липа у нас пошла. А это вот, ну, высота больше метра, метр. Старое разбросали быки, все, развалили. Поэтому мы решили... Ну, это шикарно, конечно. Восемь столбов надо было смолить и загородить, чтобы не лезть. Они за ними не смотрят или что, я не знаю. Вот так. Вечером сейчас полегче стало. Сеточки скинули. Это невозможно заедало. Сейчас он придет. Это... В прошлый раз не убрали шланги здесь. Мы начали косить трактор. Все подмял, порвал. А он и не виноват совсем. Вот это вот все вверху мне пришлось забивать. Делать, помогать Павлу. Ворота не знаю. Крышу крылья, фотография сохранилась. Сейчас они подбегут. Очень хорошо в деревне. Вот все здесь сделали, прибили. Все уже сделано. Пожалуйста. Быки сюда не подойдут. Но вот тут так все и осталось. Маленько. Тут ближе к дороге. Репья не так много. Но кое-что еще немножко осталось. А там площадка для игры. Комплекс лагерный. В комплекс входит. Вяне. Никого нету? Аааа. Они там и на поле. Ну давай, бери еще можешь, а потом мы их пошлем. Инструмент забирай. Лопату. Давай. Все. Все у нас здесь. Лищи у них расходовали. Ну и хорошо. Слава Богу. Вот. Слава Богу. А что тут лопату я возьму. Отошел. 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 Отошел.